Я люблю тебя, мой милый город, мой Новосибирск родной. Здравствуйте, дорогие друзья. Вот сегодня в начале этой прогулки мне хочется вас спросить. А вы много знаете в своих населенных пунктах улиц, которые были бы названы именем какого-нибудь человека, который все еще живет? А мы вот с вами сегодня в Новосибирске будем гулять именно по такой улице, потому что сегодня у нас с вами прогулка по улице имени Валентины Терешковой. Насколько я знаю, она все еще живет, первая в мире женщина-космонавт. Вот, собственно говоря, я сейчас нахожусь, насколько я понимаю, в начале этой улицы. Она находится в Новосибирском академгородке. Вот у меня за спиной вот так сейчас вот здесь вот этот дом. Видите, это адрес Терешковой 2. Это такая улица, которая очень сильно непрямая. Она так немного огибает центральную часть Новосибирского академгородка. И мы с вами вот сегодня-то по ней и пройдемся. То есть она пересечет Морской проспект. Улица такая достаточно значительная по размеру. И может служить частью такой круговой прогулки по верхней зоне академгородка. Всю ее я, наверное, сегодня так прям показывать целиком не буду. Но, по крайней мере, пойдем немножко погуляем, посмотрим, как все это дело выглядит вокруг. Терешковая такая несколько, ну, тоже в своем вроде, можно сказать, что окраинная в свое время улица на верхней зоне. Но, тем не менее, достаточно хорошо благоустроенная. Начинается она с вот такой вот аллеи. Ну, как бы, возможно, если вы мои другие ролики про Новосибирский академгородок уже смотрели, то думаю, что вам понятно, что, в принципе, здесь вот такие вот тротуары, чуточку отделенные от проезжей части, они, в общем-то, приняты. Вот, допустим, в микрорайоне Ща, внизу под горкой в академгородке, это сильно не везде так. А вот верхняя зона, мы практически вся так построена. Здесь почти на всех улицах вот такое есть. Улица Терешковой, это с точки зрения верхней зоны академгородка, очень такое интересное место. В том плане, что, по-моему, одни из самых первых вот таких вот типовых девятиэтажек, которые в академгородке были построены, они находятся именно здесь. То есть, вот это вот очень старые дома, я думаю, что они так прямо сильно 70-х годов постройки должны быть. То есть, их построили, конечно, уже позже, чем весь остальной академгородок, ну и вот, чем те вот пятиэтажные дома, которые стоят вот там дальше на улице, которые я только что прошел. Ну, в свое время можно сказать, что с точки зрения именно качества жилья, девятиэтажные дома, конечно, казались гораздо более комфортными, квартиры были там побольше и прочие такие вещи. Поэтому некоторые жители этого района рвались переехать именно сюда, потому что, ну, можно было... Ну, я не знаю, по-моему, если я не ошибаюсь, трехкомнатная квартира в девятиэтажном доме на квадратных метрах на 10-12, наверное, больше, чем, допустим, в пятиэтажке. Ну, хотя могу ушиваться в пятиэтажке, да и в девятиэтажке тоже бывают разные планировки, естественно. Ну, в общем, здесь было более-менее интересно в этом отношении. А вот на этом месте, слева вот сейчас покажу, построен такой достаточно современный большой жилой комплекс. Я думаю, что ему лет 12, наверное, где-то вот так вот примерно его там построили. То есть раньше здесь был лес. А так как мы с вами находимся недалеко от места, где была школа, которую я заканчивал, то вот в этом вот лесу мы раньше там бегали какие-то длинные расстояния на физкультуре и делали прочие такие вещи. Но сейчас это, по сути дела, единственное место в верхней зоне Академгородка, где вот такой достаточно большой жилой комплекс современный вписан в его архитектуру. Ну, как вписан, можете видеть. То есть, откровенно говоря, я вот и сейчас тоже. Но я понимаю, да, что все подобные жилые комплексы, они стремят как-то огородиться, чтобы закрыть транзит движения через, ну, и пешеходного, и автомобильного через территорию самого комплекса. Ну, вот честно говоря, скажу так, неужели нельзя было не ставить забор? Ну, по крайней мере, сплошной. То есть какую-то оградку, да, наверное, но то, как кто-то это сделал, честно признаться, восторга у меня не вызывает. То есть, ну, вот тот редкий случай, когда в первоначальную застройку Академгородка что-то попытались вписать, и, как это часто бывает, вписано было не слишком-то удачно. Тут, конечно, единственное такое странное место, где татуар как-то немного непонятно прерван. Вот, но в целом дальше все будет в порядке. Вот тут, Терешковый 12, там внизу, это девятиэтажка, есть такая большая территория с магазинами. Мне, когда был школьником, ходили сюда за всякими мороженым, печеньем и прочими молочными коктейлями. Здесь, сейчас покажу такое тоже любопытное место. Вот люди, которые по Академгородку гуляют, во-первых, здесь могут найти несколько заведений, в которых можно приятно поесть. Есть у нас тут такой грузинский ресторан, хлеб и нино называется. И есть еще здесь арт-паб. Вообще, на самом деле, вот это здание когда-то было таким небольшим двухэтажным, типичным советским учреждением, которое называлось Дом быта. Но вот потом его так надстроили, подстроили, перестроили, теперь это все называется Интеграл. Здесь нельзя не заметить, что вообще Интеграл это такой довольно знаменитый, еще советский. В район с 60-х годов клуб, который в Академгородке существовал, ну там, знаете, приезжали Высоцкий, Висборг, Галич, в общем, многие люди, которые играли так или иначе, ту или иную музыку, такое собрание советского андеграунда, если хотите, вот тут происходило в клубе Интеграл, но был он совершенно не здесь. Ну, впоследствии, то здание, где он был, было такое кафе под Интегралом, так называлось. Но, скажем так, это здание, сейчас там находится банк, и, в общем, поэтому решили, что Академгородок не может оставаться без такой достопримечательности. Вот тут на улице Терешкова есть такой вот замечательный памятник. А он уже был поставлен, если не ошибаюсь, даже в начале 2000-х годов, возможно, ну, или в конце 90-х, называется он, не в названии какое-то, знаете, что-то там с влюблённым связано, то есть, в общем, это у нас такой влюблённый. Считается, что прототипом для вот этого молодого человека послужил музыкант из Новосибирского Академгородка Михаил Зуев. Михаил достаточно давно умер, я с ним так мимолётно был лично знаком, вот, ему принадлежит такая широко известная песня, здесь про по ночному городку, она вот так вот называется, вот, ну, в общем, это вот эта вот компания, которая хорошо знакома с тем, наверное, кто любит группу «Несчастный случай», ну, и кто в Академгородке живёт, потому что, в принципе, Михаил в своё время в 90-е годы был таким довольно знаковым автором, один из двух для Академгородка, ну, вот такой вот небольшой, назовём это скульптурной композицией. Пойдём дальше. Вот этот вот изгиб улицы имени Валентина Терешкова, который мы сейчас проходим, так как я здесь жил довольно долго, рядом здесь учился в школе, то он у меня всё время вызывал такое лёгкое недоумение, я вам сейчас просто покажу один такой момент, вот тут вот, за вот этой вот загородкой, там был детский сад, и похоже, что его снесли, или что-то такое произошло. Здесь вообще детских садов много, но я потом покажу, почему. Вот там моя школа, и вот, собственно, часто я, конечно, ходил по вот этой вот тропе, потому что с той стороны был её главный вход, но мы с вами сейчас так немножко по самой улице пройдём, то есть посмотрим, как она выглядит, здесь всё продолжается, большой жилой комплекс, на Коптюга, как-то так его называют, у нас есть проспект имени Академика Коптюга, и вот этот комплекс другой стороной своей выходит, как бы, парадным входом именно на этот проспект. Здесь он так вот немножко выходит на эту улицу. Можно обратить внимание, что уже достаточно значительное время, как я иду, видно, что справа от меня постоянно находятся какие-то детские сады, и это тоже так не случайно, одна такая хитрость в строительстве Академик Городка. Дело просто в том, что мы сейчас подойдём к перекрёстку улицы имени Валентины Терешковой с улицей, которая называется Детский проезд. И вот на этом детском проезде были сконцентрированы такие вот детские учреждения, всякие разные, то есть, собственно говоря, мы их как бы тулы видим сейчас, выходящие на улицу Терешковой, а парадные входы у них в большинстве своём как раз с детского проезда. Тут детских садов было понастроено куча. Здесь есть детские сады, какой-то такой специальный, какой-то был небольшой комплекс, в котором были всякие кружки детские и, собственно говоря, школа. Школа уже начинает появляться, поэтому мы сейчас на детский проезд немножко свернём, потому что тут правда есть что показать. Я, честно говоря, вот этот объект не могу не продемонстрировать. Вот смотрите, вот это вот учреждение, вот так как оно сейчас выглядит, называется Новосибирская муниципальная гимназия номер 3. Я её заканчивал в тот момент, когда она ещё называлась школа-гимназия номер 25, и здесь, на этом месте, стояло совершенно другое здание школы. То есть, я этот ролик снимаю в 2022 году. Вот 1 сентября 2022 года была запущена вот эта обновлённая школа, она построена по какому-то там специальному федеральному проекту, насколько я знаю, в Новосибирске, по-моему, это третья школа, которая по нему запущена. Я вам так скажу, что на одной и той же территории школы, ну, удалось, разрушив то старое здание, оно было построено вместе с Экадемгородком, построить объект. Он, наверное, я думаю, что по площади по меньшей мере в 4 раза должен быть больше, чем старая школа. То есть, это прямо, вот знаете, меня, ну, меня прямо завораживает. Я огромное счастье испытываю, что в нашей стране всё ещё строят вот такие вот новые школы, что они некоммерческие, строят за государственный счёт. То есть, это, прямо понимаете, это какой-то восторг, потому что, когда школу начали сносить, в Экадемгородке очень долго, ну, скажем так, ходили слухи о том, что на её месте построят какой-нибудь жилой район, вот такой же, как на Коптюгае он сейчас показывал, и всё, что называется, пропал Академгородок. Но на самом деле нет. То есть, построили вот такую, прям, действительно, огромную школу. Просто вот раньше главный вход в школу был именно с улицы, с детского проезда. А сейчас его перенесли немножко по-другому. Но я вам сейчас так немножко кратко его покажу, чтобы было понятно. Ну, в общем, сама по себе школа вызывает у меня просто полный восторг. Единственный, конечно, момент, что тут же вот эту всю территорию пришлось огородить вот таким вот опять замечательным скотопрогоном. Я, понимаете, вот не устану показывать, пока на это кто-нибудь в Новосибирске соответствующих лиц не обратит внимания. Ну, как, блин, вот так вот можно? Как можно просто столбы вбивать и в без того малюсенький тротуар, откусывая существенную его часть? Да, я понимаю, что это вы делаете для того, чтобы вот люди, которые привезли детей в школу или приехали, не могли здесь поставить нигде свои машины. Но с другой стороны, ну, надо же понимать, что да, детей эти перевозят на машинах. Ну, каким-то образом организуйте парковку. Ну, зачем вот это вот? Ну, вот-вот, серьезно. Ну, просто как бы жуткий кошмар. Это такая минутка гнева. Сейчас я вам немножко школу покажу еще все-таки, как это дело выглядит, потому что, ну, правда, тут действительно то есть была вот такая маленькая типовая советская школа, которая уголком была построена, такая трехэтажная, да, с достаточно высокими потолками, но на этом и все. А тут, понимаете, вот футбольное поле. Ну, я так понимаю, что в этом году оно не было запущено, то есть трава должна была отрасти, а школу запускали уже осенью. В общем, играть, короче говоря, будут со следующего года. И, понимаете, вот такая школа. Ну, она прям такая. Знаете, я бы так сказал, ну, у университета корпус, наверное, побольше, но школ такого размера я, в принципе, нигде не видел. Ну, да, у нас в верхней зоне Академгородка, по крайней мере, уже довольно-таки давно, учитывая, что почти все школы специализированы, мест в школах очень сильно не хватало. Ну, и вот, собственно, у нас вот такое вот учреждение здесь было построено. Ну, давайте теперь на улицу обратно вернемся. Я вот так на обратной дороге немножко широкоформатный объектив использую, чтобы вам просто саму улицу, детский проезд так кратко показать, то есть, что тут вообще в принципе. То есть, видите, здесь жилых домов, их не то, что здесь нет, они есть там в самом начале, там, где они привыкают к улице Морской проспект, главной улице Академгородка. Там они есть. А тут такой действительно большой кусок застроенных детскими в детских садах, которые здесь стоят, конечно, давным-давно уже не только детские сады, но это тоже такая примета времени после 90-х годов тут такое случилось. Ну, кстати, часть из них, насколько я знаю, вернули обратно в муниципальную собственность, и дети туда ходят. Ну, тут здесь, как бы, кстати, наверное, и заметно, то есть, кое-где вот видно, что совершенно целые участки, то есть, сады явно работают, а кое-где, извините, нет. Вот, так это достаточно забавно выглядит. Ну, и, конечно, школа. Школа моя стала, конечно, теперь совершенно невероятным местом, в Академии таких школ больше нет. Ну, а мы с вами вот так вот возвращаемся на улицу Терешкова, и я бы хотел обратить ваше внимание на другую ее сторону, потому что посмотрите внимательно, какие дома там стоят. вот сейчас. Новейший жилой комплекс закончился. Тут, если присмотреться, то вы неожиданно увидите вот такие вот двухэтажные дома. Это, на самом деле, советские коттеджи. Я абсолютно уверен, что очень многие люди, которые даже живут в городах, ну, такой советской застройки, вот таких районов никогда не видели. Это не частный сектор, это именно действительно, что советские коттеджи. То есть это дома, жить в которых давали, ну, скажем так, тоже по распределению обычно каким-то деятелям наук. То есть, в общем-то, они стоят, ну, достаточно близко, можно сказать, к самому центру Академгородка. Это вот такая отдельная, по сути дела, тихая улица. Вот тут школа, а вот тут у вас были дома. Я, насколько знаю, некоторые из этих коттеджей были разделены на двух хозяев. Мне, честно признаться, внутри случалось бывать один раз только в одном из них, кстати, вот где-то здесь и находившись. Я вот не могу сейчас сказать, в каком точно, но, в общем, короче говоря, в каком-то вот прямо из этих домов. Но, должен так сказать, что, конечно, это все, может быть, и не сильно современно, но довольно удивительно. В Академгородке, на самом деле, есть еще несколько таких мест, вот с такой советской застройкой вот этими коттеджами, но я думаю, что встретить такое можно не слишком уж много где. Ну, справа от нас вот так школа продолжается. Вот так. Ну, а теперь тоже покажу такую штуку. Когда заканчивается коттедж, на той стороне улицы начинается гаражный кооператив. Гаражи, вот, серьезно, старше меня. Мне сейчас 46 лет на момент съемки этого ролика. Вот, и покажу такую вещь, вот, как на самом деле надо оформлять такие объекты. Вот, серьезно, понимаете, вот, я знаю, что, ну, в городе это не единственное место, я в центре покажу, возможно, что-нибудь подобное. Но, вот, понимаете, вот были вот эти противные умылые стены. И кто-то догадался дать каким-то людям, достаточно рукастым, просто их разрисовать, вот их торцы. Это очень сильно выделяет вот эти вот гаражи на фоне того, что зачастую делается, ну, на каких-нибудь объектах, вот в любимых, ну, таких переходах над дорогами и прочих таких местах. Ну, посмотрите, как здорово, на самом деле. То есть, да, это сделано уже очень и очень давно, при этом, ну, блин, нормально разрисовано, смотреть не противно. То есть, нет вот этого вот ощущения, что ты с нормальной улицы попал на какой-то такой, ну, не очень приятный бытовой объект. Я сейчас иду по не очень тут такому покрытию, хочу вам это показать. Но обратите внимание, что там вот, где я шел, по той стороне улицы, там по-прежнему все нормально с пешеходным тротуаром, он хорошо расположен. Ну, и улица тихая, это не такое, чтобы место с активным движением. Ну, и, кстати, вот сейчас еще один объект покажу, тоже так забавно, он разрисован в этой же стилистике. Вот, и я думаю, что, наверное, это с него начали, все случилось уже после того, как я из Академгородка уехал. Вот видите, от меня слева тоже такое разрисованное здание, это рынок, на самом деле. Не знаю, насколько сейчас оно используется как рынок, хотя, ну, ничто не предвещает, что используется как-то по-другому. Но вот это здание, это рынок в Академгородке. То есть, ну, я думаю, что, сами понимаете, что вот просто, ну, был себе, ну, такой достаточно за трапезный, скажем так, объект. Я тут недалеко жил в детстве и, скажем так, ну, ну, что вот это вот такое, да? А вот разрисовали и, посмотри-ка, стало как бы приятно видеть. То есть, я вот на самом деле сторонник вот такого подхода в городской архитектуре, то есть, к тому, чтобы украшать улицы подобным образом. Потому что, ну, понятное дело, что всегда будут какие-то не слишком, ну, скажем так, приглядные какие-то технического характера здания на улицах. Но их же можно разрисовывать, например. То есть, понимаете, вот чем бы было плохо, если бы, например, все торцы вот этих домов, выходящие на улицу, тоже были бы как-нибудь раскрашены подобным образом. Конечно, было бы здорово. А мы, тем не менее, с вами вот видим вот эти вот любопытнейшие дома на улице Терешковой. Дело в том, что они трехэтажные. То есть, я вот, честно говоря, ну, хотя и довольно долгое время был местным жителем, но не могу припомнить, есть ли где-нибудь еще в верхней зоне Академгородка именно трехэтажные дома. Потому что в основном они четырехэтажные, кое-где пяти. А вот это вот такой, такая прям своего рода экзотика. Я, насколько знаю, очень маленькие квартиры внутри. Вот. Но, опять-таки, хочу заметить, что вот эстетика самого района, она здесь такая, ну, такая любопытная, действительно. Старые такие дома, первые, по сути дела. Вот так они выглядели в СССР. Одни из первых, именно, многоквартирных домов. То есть, когда вот уже перестали строить эти коммуналки, а стали строить жилье для каждой семьи отдельно. Пусть они здесь и небольшие, но какие-то дворики такие. Тут, конечно, солнечный свет немного мешает. Ну, все-таки. Так, ну, что? Раз мы это делаем, а у нас есть кирпичная стенка, давайте уже, как всегда. Сейчас мы подходим к тому месту, где улица имени Валентина Терешкова пересекает, ну, по сути дела, головную, наверное, улицу верхней зоны Академгородка Морской проспект. Скажем так, осевую. На нее тут, по сути дела, весь район, как бы так, натянут. Ну, кто из вас смотрел ролик про Морской проспект, возможно, помнит это место, потому что Морской проспект здесь начинается. Улица Терешкова, ну, наверное, здесь уже дальше немного, чуть больше середины. Слева от нас такое здание, достаточно сложное, ну, короче говоря, в нем, на самом деле, технически два института, ну, вот та часть, которую мы сейчас видим по улице Терешкова, это институт экономики и организации промышленного производства. То есть это именно НИИ, это не учебный институт. НИИ, это научно-исследовательский институт, вот так вот скажем. Ну, и, собственно говоря, вот справа мы видим вот эту вот картину, то есть опять-таки вот этот дом, он напрямую выходит на Морской проспект, видите, здесь так называемая полногабаритная квартира, высокие потолки и всего четыре этажа, ну, вот так. А следующий дом, это вот уже такая прям классическая четырехэтажка, настоящие хрущевки, но в данном случае она не кирпичная, а панельная, то есть они вот тоже в этом смысле разделяются, четырехэтажные дома, бывают панели, бывает кирпичем. Ну, вот опять-таки смотрите, какая здесь пешеходная зона. Совершенно нормально, не очень людно, вполне хорошо можно ездить и на велосипеде, если хочется. Ну, на велосипеде здесь, кстати, ничто по проезжей часть не мешает ездить, многие так и предпочитают делать. Вот, и, в принципе, дальше улица идет туда. По большому счету, вот когда мы сейчас пересекли морской проспект, в принципе, уже можно сказать, что вот эта часть улицы особенно для прогулок не используется, но, в общем-то, в ее конце, я вам так тропу покажу, там есть вход в ботанический сад, который находится, ну, так скажем, при Академгородке, там есть отдельный институт, я, честно говоря, сейчас не буду врать, как он правильно называется, то есть можно будет как-нибудь сделать отдельную прогулку по ботсаду, но поэтому многие люди в основном используют эту вот дорожку, в основном, чтобы просто попасть туда. Ну, при этом надо понимать, что вот там справа это тоже такие вот городковские дворы, ну, а слева тут вот видите какой-то есть такой гаражный кооператив, по всей видимости, тоже очень-очень старый. Тут уже, конечно, это, ну, по сути, мы сейчас с вами идем к самой окраине Академгородка, поэтому, в общем-то, здесь все и заканчивается. Но, тем не менее, здесь вот два таких места покажу. Это на самом деле некий такой маленький секрет местных жителей, потому что здесь есть еще одна прогулочная территория, такая как бы немного непарадная, но вот как на мой личный взгляд, так она, может быть, даже и поинтереснее будет, чем Морской проспект, который я как-то показывал. Сейчас покажу. Ну, это как бы немножко дальше по улице, то есть здесь, в принципе, идти несколько кварталов, то есть, ну, где-то треть, наверное, улиц находится с этой стороны улицы Морской проспект. Вот, опять-таки, обратите внимание, березовая аллея высажена. Просто ровным рядком деревья, они высажены, ну, тогда, когда Академгородок строен, то есть это прям огромные березы, с другой стороны, здесь. Ну, это, я так понимаю, какие-то там подсобные учреждения и какого-то из институтов, я просто сейчас боюсь вам тут наврать конкретно, какие вот это здания, а давайте к институту подойдем. Тут же ведь явно какое-то учреждение, у него есть вывеска. С другой стороны, живые дома. Ну, вот, я думаю, что вы сейчас видите, как мы идем, то есть это, в общем-то, тоже такое вполне себе тихое, прогулоченное место. Школы 42. Здесь адрес. Вот, давайте завернем. Я как-то однажды увидел такую информацию, по-моему, где-то в Википедии, что в Академгородке 25 научных институтов. Однозначно сказал бы, что это точно не так. Итак, конструкторско-технологический филиал института гидродинамики имени Михаила Алексеевича Лаврентьева. Вот оно что. Здесь как бы еще одно здание института гидродинамики. Ну, институт гидродинамики, на самом деле, основное его здание находится на проспекте имени Лаврентьева. Как-нибудь мы его обязательно поснимаем. Но в данном случае, конечно, меня немного удивило. Но, в принципе, вот я бы так сказал, что вот это здание, оно, в общем-то, там, если дальше по проспекту Лаврентьева двигаться, вполне может даже иметь единую территорию с тем институтом. Поэтому тут нужно понимать, что институт гидродинамики, он вообще достаточно большой. Потому что вот так вот хочу в комментариях ответить, кто разбирается, что такое гидродинамика. Потому что, вот знаете, на самом деле в Новосибирском Академгородке есть определенное количество институтов, названия которых большинству людей, ну, так скажем, штатских, далеких от науки вообще ничего не говорят. То есть чем они могут заниматься, совершенно непонятно. Так, вот, пересмотрите, здесь в конце улицы имени Терешковой есть парочка относительно новых домов. Ну, тоже такой вопрос, что понятное дело, что они именно что относительно новые. Давайте так покажу. Они, в общем-то, не очень большие, что вот 3-6 этажей мансарды. Ну, наверное, как бы правильно сказать, что они 6-этажные, в общем, короче говоря. То есть домы действительно небольшие. Сейчас покажу один вот такой лайфхак в Академгородке. Если вы хотите увидеть одну такую улицу, которую сами жители Академгородка достаточно часто используют для прогулок, но тем не менее вот так как бы с парадного входа ее не показывают, то она вот здесь вот находится. Здесь она, правильнее сказать, заканчивается, конечно, потому что идет она с другой стороны, но, по сути дела, она отсюда начинается. Это улица Академическая. Посмотрите, на самом деле, какая здесь пешеходная зона и какая здесь. При этом это такая же тихая улица, как и Терешковой. А может быть даже и еще потише. Несколько школ и такой вот прямо жилой район внутри Академго. Но мы с вами туда идем. Это, собственно говоря, конец как раз улицы имени Терешковой. Пара домов у нас тут осталось. Один слева, один справа. Но, как видите, вот несмотря на то, что улица заканчивается, прогулочная зона здесь, примерно таки, вообще нормальная. То есть вот тоже такой момент, что, в принципе, это вот такой лайфхак. Академгородок вообще весь так устроен, что здесь можно постоянно гулять такими кольцами, по сути дела. То есть сколько вы держите. И, в принципе, я думаю, что, ну, у меня есть личный опыт. Здесь можно километров, в принципе, около 15 совершенно спокойно навернуть по верхней зоне и ни разу не пройти по одной и той же улице. Ну, разве что, может быть, по морскому проспекту вы пройдете туда и обратно по разной ее стороне. То есть технически здесь есть такая возможность построить очень длинный пешеходный маршрут, если вы его предпочитаете видеть. Ну, и, по сути дела, вот и все. То есть вот этот вот последний дом на улице Терешковой с той стороны и вот с этой Терешковой 46. Ну, да, там есть еще одно здание, если не ошибаюсь. По-моему, общежитие какое-то. Ну, посмотрите, я вам так покажу. Такой момент, обратите внимание, что под крышей этого здания надпись 1970 год постройки. То есть вот на самом деле вот эти вот два дома, которые я показываю, их построили позже, а в остальном на улице Терешковой, по сути дела, ни одного нового здания технически нет. Ну, и теперь вот то, что обещал показать. Там вот такая вот дорога дальше. Она, по сути дела, идет в ботанический сад. Тоже такой, опять-таки, непарадный вход, потому что парадный вход находится совсем в другом месте. Но, тем не менее, жители Академгородка вот так вот ходят гулять. Ну, и вот слышите, тут церковь рядом есть. Она тоже была построена достаточно недавно по историческим меркам по сравнению со всем Академгородком. Вот такая, друзья, у нас с вами получилась прогулка по улице имени вполне еще живого человека, первого женщины-космонавта Валентины Терешковой. Надеюсь, что вам это было интересно. Большое спасибо за просмотр. Пока.